МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Николай Силков. Смотрите сейчас. Пожар на колесах. В Бобруське загорелся автобус с пассажирами. Как это было? Крест на эпидемии. Религия противостоит коронавирусу. Кто и как спасается от пандемии? Все до капли. Аномальная зима и атаки клещей. Интервью с первыми пострадавшими. А также чудо-флакон, сирена без повода и куда убежал голубой вагон. Сгорел прямо на дороге. Накануне в Бобруйске вспыхнул пассажирский автобус. Оперативные службы города оказались на месте спустя считанные минуты. Пострадавших нет. Наша съемочная группа восстановила хронологию ЧП по минутам. Чуть больше суток назад на этом перекрестке возвышался столб пламени. Пожарные спешно тушили автобус. Эти кадры разлетелись по всей стране. Автобус с пассажирами загорелся средь бела дня. 75-й ехал к 4-й поликлинике, но до конечной не хватило полутора километров. Транспорт вспыхнул на перекрестке улиц Орловского и Бахарова. Люди из салона чудом спаслись. Ко мне постучал кондуктор. Пошел дым в салон. При остановке вспыхнул моторный отсек. Выскочили, начали тушить огнетушительные. Ничего не помогло, пока не приехали пожарные. Столб черного дыма виднелся за несколько километров. Милиция и бойцы МЧС прибыли на место ЧП через пару минут. По прибытию спасателей наблюдалось открытое горение данного автобуса. Работники МЧС ликвидировали возгорание с помощью воздушно-пенной массы. Огонь не оставил на транспорте живого места. Окна лопнули, кабина водителя расплавилась. А салон скорее напоминает кадры фильма ужасов. В результате случившегося, причем материальный ущерб, люди не пострадали. По факту происшествия проводится проверка. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Бобруськ, 360. Молитва против коронавируса. В борьбу с пандемией включилась церковь. Католики отказываются от рукопожатий. Иудеи не ходят в синагоги, а в православных храмах веет антисептиком. Мария Бушкевич увидела все своими глазами. Равин Шауль Хабаба проводит онлайн-трансляции молитв и занятий, проходящих в стенах синагоги. Так здесь защищаются от коронавируса. Эфиры собирают до 15 тысяч зрителей по всему миру. Во время молитвы иудеи держат дистанцию в 2 метра друг от друга. За столом садятся в шахматном порядке. Католики же следуют рекомендациям архиепископа Беларуси Тадеуша Кондрусевича. Ушинование святого крыжа, инших религийных речев отбывается только праспоклон. Без доты ковустными, без целования. Это первое. Так само мы не наполняем крапильницы святой водой. Утискание руки теперь только праспоклон. Тактильных контактов нет. Даже в таком интимном месте, как исповедальна, есть защита от инфекций. Таким образом, Ксенц оберегает себя и окружающих от коронавируса. Православная церковь тоже стоит на страже безопасных богослужений. Бобруйская епархия ориентируется на заявления священного синода в связи с распространением коронавирусной инфекции. В нашем храме проводятся, ежечасно вытираются иконы антисептическими средствами, киоты протираются. Можно не прилаживаться к иконе. Храмы 2-3 раза в день вымываются средствами. Настоятель Свято-Никольского кафедрального собора советует не поддаваться панике. Надо все выкупить в магазине, все, что можно. Зачем? Да, необходимость какая-то есть, пожалуйста, приобретаем для питания. Но если Господь позовет на ответ, куда с теми макаронами побежишь? Коронавирус навелся в Беларусь почти три недели назад. Минздрав ищет способы доставки лекарств на дом. В Минске меняют расписание общественного транспорта, переносят занятия в вузах, разрешают детям пересидеть дома. COVID-19 унес жизни более 9300 человек по всему миру. Мария Бушкевич, Андрей Богдан, Максим Галеонко, Бобруйск 360. Убийца микробов. Завод биотехнологии выпустил новый антисептик. Препарат, уверяют фармацевты, способен атаковать практически любой вид микробов. Максим Кембель посмотрел на производство. Убийца микробов. Бобруйский завод биотехнологии выпустил антисептик для рук. Комбинация ингредиентов, наполнение флаконов и упаковка. Все происходит в этом стерильном цеху. Здесь в составе 65% этилового спирта, который является основным действующим веществом для уничтожения микробов, бактерий, добавки глицерин, загуститель, парфюмерная обложка. Коронавирус подстегнул спрос на дезинфицирующие растворы, рассказывает директор и добавляет. На производстве среагировали моментально. Парфюмерию и косметику с очищающими свойствами штампуют с бешеной скоростью. А новый антисептик специально разливают в литровые бутылки, чтобы хватило на всю семью. Я как журналист должен лично себе проверить его качество. Подержите, пожалуйста. Ну, знаете, на самом деле и руки становятся мягче, и запах приятный. Надеюсь, что больше на моих руках нет бактерий. Медики советуют не увлекаться очищающими жидкостями. Антисептик – лишь альтернатива мылу. Протирать руки каждые пять минут бессмысленно. Достаточно обрабатывать пять-шесть раз в день. Антисептик следует наносить на сухую, чистую кожу рук. Выдерживать его на руках в течение 15-30 секунд. Не забывайте растирать, покрывать полностью поверхность кистей. То есть не забываем про внутрю и наружную поверхность и ногтевые ложа. Эксперты сходятся во мнении. Здоровый образ жизни куда эффективнее параноидальной гигиены. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Сирена без войны, поезд ушел и первый гол. Как пройдет юбилейный чемпионат Беларуси по футболу? Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. Только спокойствие. Система оповещения населения сегодня протестировали в Беларуси. Сирена зазвучала и на улицах Бобруйска. Аналогичные проверки МЧС проводят регулярно. Некоторые международные поезда отменены, а значит не будут останавливаться на станции Бобруйск. Сегодня перестали курсировать составы из Солигорска на Москву и Санкт-Петербург. Также приостановили маршруты номер 647 и 621 «Гомель-Минск». Все изменения доступны на сайте БелЖД. Вернуть деньги за неиспользованные билеты можно в кассах вокзала. Чемпионат Беларуси по футболу переносить не будут. Первые команды сегодня вышли на поле в Минске и Солигорске. Новые правила поведения на трибунах и специальный контроль организаторы не вводят. Однако рекомендуют болельщикам прочитать памятки по профилактике коронавирусной инфекции на сайте Федерации. Стандарты сферы услуг разработают в Беларуси. Профиль на министерстве уже собрали группы экспертов. Планируют вывести нормы для парикмахеров, визажистов, стилистов, мастеров спа-услуг. В ведомстве также готовы рассмотреть предложения от организации предприятий и отраслей. Специалисты должны уложиться в три года. В Минприроды назвали самые чистые реки страны. В рейтинге Неман выше столб Тов-Свислыч возле Сухой долины, Бесить в Светиловичах и Путь-Припять ниже Пинска и Случ. Отдельно опубликовали список самых грязных водоемов. Березина не оказалась ни в одном из них. Все до капли. Аномальная зима вынудила клещей проснуться на месяц раньше. Сезон укусов белорусы открыли еще в январе. Как бобручане защищают себя и питомцев, тему продолжит Анастасия Шевцова. Маленький Федя мужественно переносит каждый укол, не издав и звука. Еще в понедельник пес радостно вилял хвостом, а сейчас лежит на ветеринарном столе с диагнозом пероплазмоз. Его заразил клещ. Заболел вчера, почувствовал себя плохо, слабость, ничего не стал есть. Лежит. Принесли с Дзержинки, с центра города, домой. Муж принес на себе и к нему перешел. Хозяйка забеспокоилась сразу. К симптомам прибавились высокая температура и изменение цвета стула. В такой ситуации стращают врачи. Бить тревогу надо в первые 12 часов. Достаточно одного укуса. Как правило, хозяева даже его и не замечают. То есть приходят уже непосредственно с клиникой. Тем более сейчас есть спреи, то есть они укусили, отвалились. Но уже в крови непосредственно он появляется, начинает размножаться. Это пероплазмы, они поражают эритроциты. Представляете, чего страдает печень и почки. Ну и, естественно, животное впадает в острую интоксикацию. Для собак это заболевание смертельно. В то же время кошки им совсем не болеют. Уберечь верного друга помогут специальные препараты, которые доступны в любой ветаптеке. Предпочтение лучше отдавать таблеткам. Из-за аномально теплой зимы первый случай укуса ветеринары зафиксировали в феврале. Люди же пострадали от клещей 13 марта. Клещи присасываются в очень нежных местах. Это, как правило, область передняя стенка живота, это область заушная, это волосистая часть головы. Поэтому после посещения лесов необходимо обязательно осмотреть себя, вытрясти одежду. Ареал обитания паразитов не ограничен лесом. Клещи успешно развиваются в городе. Насекомых можно подцепить даже на собственном участке. Если роковая встреча все же состоялась, с букашкой справятся пинцет и нитка. Пораженное место надо обработать спиртосодержащим раствором. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруськ, 360. Престижные столичные комплексы в самом центре города – это мечта. Но сколько можно только мечтать. Пришло время покупать, поможет весенняя акция на квартиры в комплексе «Минск.Мир». Крупнейший застройщик страны готов проконсультировать и подобрать квартиру, которая будет отвечать всем требованиям клиента и по планировке, и по цене, и по способам финансирования. И для этого необязательно лично встречаться с менеджерами, если нет свободного времени. Можно позвонить в офис продаж или оставить заявку на сайте застройщика. Индивидуальный подход каждому покупателю гарантирует. Если есть желание, будет и квартира. Прагматика должна быть в каждом решении. Например, парню и девушке, вступившим в брак, не нужны 100 квадратных метров площади. Достаточно и квартиры-студии, в которой будет тепло и уютно молодой семье. Появятся дети, добавится и площадь. Но становление семьи будет происходить не на съемных метрах, а в собственном жилье. Индивидуальный подход – это комплексная консультация. Вместе с вами проанализируют, какими доходами вы располагаете и посоветуют, как можно минимизировать издержки и получить скидку. А еще как решить вопрос, если покупатель, например, фрилансер или работает в другой стране. Помогут разобраться и лично, и по телефону. Достаточно заявки на сайте, чтобы подключиться к работе и подыскать именно ваш вариант. Правильным выбором при покупке новенькой комфортной квартиры станет многофункциональный комплекс «Минск.Мир». Самый масштабный комплекс в Европе «Минск.Мир» создается по принципу «Город в городе». Школы, детские сады, поликлиники, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны. В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк. Дворы комплекса будут свободны от сквозного движения машин. Первый паркинг, вместимостью около 800 автомобилей, к слову, был сдан здесь в эксплуатацию еще полгода назад. Жителям придется по душе огромный торгово-развлекательный центр «Марамол», а деловым сердцем комплекса станет Международный финансовый центр «Минск.Мир». Место притяжения зарубежных инвестиций и источник тысяч прямых и косвенных новых рабочих мест для всей страны. В квартале Северная Америка сразу две школы со стадионами и бассейнами, а в соседних кварталах детские сады работы ведутся сразу на девяти объектах. Дома Квебек и Ванкувер – это 20 этажей и квартиры свободной планировки площадью от 29 до 65 квадратных метров. При этом шесть квартир первого этажа с индивидуальными террасами и входом прямо с улицы, защищенным стеклянной крышей. И забудьте слово «подъезд» во всех домах застройщика дизайнерской лобби. В вестибюле стойка контержа и зона встречи гостей или курьера. Дом Лос-Анджелес – 25 этажей, квартиры площадью от 28 до 72 квадратов, а также запроектирована эксплуатируемая кробля. В квартале чемпионов, посвященном спорту и здоровому образу жизни, дом Пекин – уникальные архитектуры. Дом угловой и пятисекционный – два крыла, которого замыкает уединенный двор, свободный от машин. В самой высокой точке здание будет иметь 25 этажей. Есть на что обратить внимание и в квартале «Азия. Дом Токио» тоже высотой 25 этажей. И самое главное – решайтесь на покупку. Одно из самых привлекательных предложений – беспроцентная рассрочка от застройщика. В комплексе «Минск.Мир» на срок до 10 лет вы делаете первый взнос, а остальную сумму выплачиваете ежемесячно на протяжении выбранного срока. При этом первый взнос при недостатке собственных средств можно платить и с помощью специального кредита от банка-партнера. Готовы сразу платить всю стоимость? В таком случае вы получите существенную скидку от цены квадратного метра при рассрочке платежа. Приемлемые и ставки по кредитам. До 90% стоимости сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусьбанком – это 4,74% в первый год, 9,75% на второй и третий год, затем 12,32%. А по программе БПС «Сбербанка» на первые два года ставка составит 6,99%. Приходите, звоните, вам помогут осуществить мечту. Это все к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Продолжение следует...